всем привет вот такая милота в общем да вышла сегодня первый раз в эфир не очень понравилось вот кто был пишите понравилось ли вам ну судя по вашим комментариям было бы прошло все удачно как это с почином меня да в общем я там рассказала что у меня было случилось ну вы наверное уже прочитали в общем сегодня буду надеяться что все получится классно я уже накрасилась в прямом эфире погода у нас замечательная то есть даже совсем не декабрьская можно сказать весеннее майское у меня все открыто вот и сейчас пойду с чарли прогуляюсь здесь недалеко сначала позавтракать я забыла с прямым эфиром так и переживала волновалась что это забыла позавтракать сейчас мне муж посуду помыл с утра с утра сейчас я ее разберу и позавтракаю и пойдем по магазинам мне нужно я кстати в эфире рассказала где мы будем отмечать отмечайте рождество так что кто не видел я по моему сохранила первый раз поэтому не знаю чё почем и как ладно буду завтракать и идем по магазинам у детей начались каникулы кстати это их первые каникулы в этом году вот я как-то спрашивала у меня есть клиентах учительница у нас к у нас вот как в россии до осенние зимние весенние летние каникулы здесь не было осенних здесь вот только вот зимние первые каникулы но она говорит какие каникулы если в испании очень много праздников делают вот это пуэнты то есть как бы мост да может быть даже со среды до следующего понедельника выходные быть поэтому даже это нереально и не целесообразно делать каникулы ну что очень много праздников и получается что у детей очень много каникул и вот на такие официальные каникулы вот только вот сейчас начались с пятницы и поэтому вот на площадке много детей обычно я тут хожу вы могли бы заметить здесь никого нет а сейчас вот там дети играют на самокатах едет с папами с папами мама видимо работает фу жарко так смотря на то что я но не сильно не оделась то шарфик он и чтобы типа это аксессуар больше чем для тепла не люблю когда шея вот так открыто но жарко ладно догуливаем и идем по магазинам быстро закончилась наша прогулка там где-то стрельнули и вот чарли гуськом пошел домой он так знаете услышал где-то так посмотрел на меня развернулся и пошел домой иногда вот так бежит бежит иногда поворачивается посмотрите дуле я за ним вот так вот шарфик развязала жарко невозможно его свитерок сняла ну блин как-то без свитерка уже не то походу на в центре музыка играет такая или даже я не знаю откуда музыка звучит а да здесь видите рождественское прикольно так настроение создает из каких-то этих классно вообще вот это тоже какой-то праздник был в общем и где праздники что я ищу я хочу знаете что колготки блестящие представляете так моим еще на рынок надо сходить сестры вчера сказали что рынок есть типа вот не таких конечно это грамм сильно блестящий нет не таки не знаю все дорогие мне на один раз не очень хочется вот что это будет мы переезжаем ну надо же им контру тоже неплохой магазин переехали в общем так хожу смотрю вообще классно когда вот так ходишь и музыка звучит слышите прикольно витрины украшены но настроение все равно нет новогоднего имея ввиду имею ввиду что новогоднего настроения нифига нет как-то не знаю ну ничего придет я пойду схожу в магазин парфуэс хочу посмотреть бижутерию мне нужно бижутерию моему нарядом какой-нибудь какие-нибудь красивые колье цепочки не знаю посмотрю а и пойду чай вкусный куплю себе у нас там есть тоже магазин такой для чая вот в этом магазине я покупаю дунка б для парикмахеров лаки вот на той неделе было а вот у нас парфуэс пойдемте посмотрим что там есть даже не знаю тут музон такой играет в общем я буду показывать а музыку свою ставлю неплохой да класс все на один раз вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот тебе бижутерия. Это, наверное, из стали. Да, это сталь. Нерушеверивающая. Пижамы разные, видите? Ну, это всё это. Алиэкспресс, как я его называю. Маденчина. Так вот. Попялила зырьки. И вам показала. Два евро шарфики. Вот, пожалуйста. Ой, труселя красные. Здесь традиция на Рождество надевать обязательно что-то красное. Нижнее бельё. Либо люфчик, либо труселя. Вот тебе и тоосы, что хочешь. И всё, на этом закончился рынок. А тут вот про праздник, праздник. Пледы разные, тёпленькие. Тут, тут, тут. А там вот у нас рынок муниципальный. И цветы. Так, всё. Как пахнет вкусно. Ну всё, я пошла обратно. Вот так вам рынок показала. Сейчас сама буду смотреть. А то знаете, когда с телефоном особо не смотришь ничего. Это вот церковь тоже у нас красивая. Шла-шла. И Белен нашла. Написано, как Бальгата Дель Рей. То есть это у нас скоро будет шествие королей. Поэтому, смотрите, какая красота. Всё наделали. Видите, там, смотрите, всё стучит, всё вертится. Классно. Сейчас пойду зайду, посмотрю, вам повнимательнее покажу. Ху-ля. Смотрите, как красиво. Это вот воспроизведение рождения Иисуса. И вот все идут, к нему идут. Речка с водой. И вот там, в принципе, сам Иисус. Классно, да? Красиво. Смотрите. Вообще, дело где-нибудь, в каких-нибудь странах такие же Белена или нет. Это вот не магазин, это просто такое помещение, что специально для для это, для праздника День Королей. Я вам тоже это засниму. Я в прошлом году, кстати, снимала это шествие. Очень красивое. В этом году тоже пойду посмотрю и вам покажу. Ну все, я иду домой. А вот в магазине это имитация парфюма. Девушка играет на рояле. Классно. Я тут покупаю мужу себе парфюм. Кстати, очень хорошо держится. Это не подделка, а именно вот имитация. 100 грамм стоит, если своим флаконом заходишь 13,90, если с их 15,90. Ну пахнут действительно очень классно. Смотрите, как девушка играет. Купила себе чай тропикальный. Очень вкусный чай, обалденный. Просто вообще и стевию в листях. Вы знаете, я вам как бы раскрою секрет, но не секрет, просто расскажу. Кто меня давно смотрит, знает, что у меня были какие-то проблемы с желудком. Я даже в скорую помощь попадала пару раз. Боль невыносимая, просто вообще пипец. И меня везде проверяли, все везде проверяли. Никаких отклонений нет, все нормально, от чего боль, непонятно. Но я методом протопоошибок все сама выяснила. дело в том, что я стараюсь сахар не есть. Чай очень много пью, чай люблю сладкий. А сахар от него попа растет. Я утром, ну ладно, сейчас буду по порядку рассказывать. В общем, и сахарозаменителем уже, не знаю, года 4-5, может быть, даже и больше пользовалась. Потом, в общем, начались боли с желудком. Но я этому не придала значения. Типа сахарозаменитель. Я много читала в интернете, что его нужно тоннами есть, чтобы он какой-то вред принес организму. Ну, я спокойно душой его начинала пить. Потом желудок начал болеть. Я подумала, что это от черного чая, потому что чая тоже много пила. Ну, как много опять, 3-4 кружки в день. Знаете, черный, зеленый. Вот. И подумала, что это от чая. Потом как-то мы ездили с сестрами, там, с мужем куда-то в горы, и я выпила кока-кола сэру. Вот. Ну, тоже без сахара. И меня опять как желудок схватил. Вообще там хоть умирай. Я подумала, что это от кофеина, теина, вот все это связано в чайе тоже. В общем, уже не знала, что думать. Вот. И потом додумала, что это у меня от сахарозаменителя. Стевию. Ну, покупала в Меркадоне. Думаю, все, облегчение, классно, зашибись, все, желудок не болит. Стевию покупала в Меркадоне. Сейчас вам даже покажу, какую. Вот. Ну, и вы знаете, вот такая стевия, написано, вот, без калорий, все дела. Вот. Ну, я же доверчивый человек. И вы знаете, нифига это не стевия, это обман. И потому что желудок как болел, так и болит. Вот как я вчера выпила на ночь, или даже нет, я вчера не пила. Вчера еще, когда я не знаю, как еще когда-то выпил, и сегодня осталась с желудком. Вообще прям боль в желудке сильная. И это вот от этой вот стевии. Но, когда я, однажды, помните, я тоже видео снимала, были на ярмельке, там купили стевию, прям листики. Вот, я заваривалась чай, и вот с ним у меня было все нормально. То есть, я за 4 года методом ошибок выяснила, что от этого сахарозаменителя просто желудок у меня его не воспринимает. И такая боль, думала, первый раз, когда думала, инфаркт, там вообще, ну, если даже в скорую пошла. Чтобы пойти мне в скорую, мне нужно, знаете, как, чтобы болела. Я вообще боль не переношу, не терплю, но, если она есть, то куда деваться, да? Не такая вот, я не нытик, что там, ой, у меня пальчик заболел, все, мне должно быть очень сильно болеть, чтобы я пошла в скорую помощь. Я пошла, и мне там ничего не выяснили, мне все везде проверили, все везде, у меня, когда поджелудочный нашли какой-то полип там, микроскопический, говорят, но он не может тебе приносить боль. Вот. Поэтому, как тоже писали, и то сделай, все сделай. Я все сделала из желудка, нет никаких проблем, там все нормально. И причем, знаете, я когда удивилась, что эту боль у меня убирали простым этим, на латин, на латин, ну, обезболивающим, представляете? Вот я сейчас выпила таблеточку, потому что иначе невыносима такая боль, прям, как будто инфаркт. И вот купила стевию, уже вот, прям вот, ее видно, что на стевии, видите, листочки. Вот. 4 евро 100 грамм, но мне его хватит очень надолго, потому что, я помню, я покупала 50 грамм вот где-то на этой ярмарке, и мне прям надолго хватило. Вот. Просто добавляю вот в это, в чайницу вот это и вот это. В общем, понятно, да? Купила себе бижутерию, я хотела цепи. Одну такую большую, знаете, прям цепь, не знаю, мне кажется, они сейчас в моде или что. Вот. Но когда я вот увидела много вот всяких цепей, скажем так, да, по цене одной, я решила вот купить такие. Они мне подойдут, к моему образу, так что образ вы увидите завтра. Ну и вообще прикольно так. Это Страдивариус, 8 евро стоит. Зато здесь 4 штуки. Кстати, где-то тут один блестючий, вот с этим, вот такая подвеска там тоже. В общем, все увидите завтра, а я сейчас пойду переодеваться и готовить кушать. У нас тут дискотека, сосед устроил, я ему сейчас тоже устрою. Русскую музыку врублю и буду слушать. А что? Видите, моя сладкая рыбка. Кстати, очень жарко на улице, все открыто. Да, хватит болтать, Оксана, иди делами занимайся и полы, и мы пока все открыто и все быстренько высохнет. Иди делами. В общем, готовить я буду вот такие вот спагетти, не спагетти, рисовые, в общем. И, ну, типа азиатский стиль, да, вот уже нарезала соломкой мясо, лук, этот, вот этот вот, и морковку. И сейчас буду обжаривать на большом огне, ну, как не на большом, мясо до готовности буду обжаривать. и, а эти буду смотреть, как надо, это, по-моему, надо или пастель, пастель, то есть, пастель, это пироженка. В общем, буду, как написано, упаковки, готовить вот это, вот, а потом все соединять вот с тем. Ну, вы поняли, да, вот это вот с тем, а у нас тут дискотека продолжается. Мясо поджаривается, я сейчас туда налез, добавлю два зубчика чеснока. А теперь добавляю все овощи. Давайте морочки жарим. И все, мешаем. Добавлю немного рисового уксуса. Ой, какой запах пошел. И все перемешаю. Еще у меня есть вот такие приправы азиатские. Блида либрава. Очень вкусные. Тоже добавлю. А потом, когда уже будет готово вот это все и останется только добавить вот эти вот спагетти рисовые. Добавлю остричный соус и соевый соус. И в конце, в самом-самом конце добавлю чесночок. Выжму. И будет это все очень вкусно. Ой, как вкусный запах азиатский. Именно вот азиатский. Ням-ням. Я как-то один раз так делаю. Но, знаете, каждый раз делаю по-разному. Поэтому не получается одинаково. буду доставливать овощи, пока они не станут такими, знаете, не совсем как тюря-тюря, а вот чтобы полусырими, что ли, такими хрустящими. Овощи уже почти готовы. Сейчас добавлю соус остричный. если открою. Давай! и соевый соус. Теперь уже можно солить, потому что ну, чтобы не пересоленый было. мне кажется, соевого соуса будет достаточно. И добавляем свежий чесночок. придавливаем. Вот так вот. И в принципе это уже готово. Сейчас добавлю фидео эти. Перемешаемся вот так. Запах уже идет необыкновенный. Смотрите, какая же тут мяшка. И добавляем макароны. Макароны или что там как их назвать. и все тщательно перемешиваем. В принципе блюдо уже готово. Должно быть очень вкусно. Можно было знаете еще имбирь сушеный. Кстати, он у меня есть, и сейчас я его добавлю. Кислинку такую придаст. если такое вот видите, что оно не сочное, скажем так, можно добавить воду из-под вот этих вот спагетти, скажем так, да. Но мне кажется, здесь не надо ничего делать. Все просто хорошо. Перемешиваем. Я все-таки добавила полстакана такой кружки воды, ой, воды вот из-под где варились эти спагетти. Получилось очень вкусно, нереально вкусно. Был бы у меня кабачок, я бы еще сюда добавила кабачок. Это нереально вкусно. Всем приятного аппетита. Да ничего вроде бы, да? Не поверите, все еще открыто, представляете? сейчас закрою уже. А, нет, я сейчас включу свет. На улице тепло вообще. Тепло, тепло. Я сегодня целый день вот так в майке ходила, представляете? Вот. А еще я вышла сегодня погулять с Чарли, ну, как обычно. Я вообще забыла, у меня сегодня занятия начинаются в 7.30. Вот. Ну, а я как по привычке в 5 вышла с Чарли гулять, думаю, быстренько-быстренько потом пойду в спортзал. И пока одевалась, вспомнила, что у меня в 7.30 занятий. Ну, думаю, пойду на дальнюю дорогу, у меня есть дальний маршрут погулять с Чарли, вот, погуляю там, все дела, вернусь. И что вы думаете? Не прошла я, наверное, третью часть пути, ну, и везде, со всех сторон вот эти вот взрывы, взрывы, эти, петарды и вот эти вот фейерверки, и все, Чарли начало трясти, но вы знаете, его боясь всех этих праздничных выстрелов, и я его взяла на руки и вернулась домой. То же самое, как и утром. И вы знаете, я решила, что больше вечером в этом году мы не пойдем гулять, скажем так, потому что просто нет, не имеет смысла. Все дети, все взрослые, все эти китают, все эти петарды, все стреляет. В общем, Чарли, он даже, знаете, он даже не хочет на улицу выходить. Я вот сейчас ему говорю, там, типа, пошли на улицу, он уже, он типа, типа, не хочу. И вот он идет такой на улицу, такой вот присбригорбленный, такой, типа, куда меня вывезли? Когда говорю, пошли домой, он прям бегом домой, поэтому все. Да, Чарли, ты не пойдешь уже на улицу гулять? Да. Он вот скажет, я дома полезу, мне так хорошо. Вот. Ну, а я сейчас пойду в спортзал пораньше. Время полседьмого, на час пораньше, мне тут идти 10-5 минут, 5-10 минут. И позанимаюсь просто там, на каких-нибудь там тренажерах лишний часик. Вот. А завтра уже у меня не получится. В спортзал работает, да. Да скольки он вчера завтра работает? В общем, не помню, но вечером уже не работает. Вот. И пятницу, ой, послезавтра тоже, естественно, все закрыто 25-го числа. А на завтра у меня нормально так работа намечается, потому что сегодня клиенты звонили целый день. И, в общем, завтра поработаю. Ну, в общем, все завтра увидите. Спасибо вам за комментарии. Очень приятно, что понравился вам мой эфир. Кстати, он мне тоже очень понравился. Это, знаете, как будто я сидела и болтала с подружками. Вообще, так классно. Мне прям вообще может быть, буду выходить по воскресеньям. Не знаю. Но надо выделить какой-то день, когда я смогу выходить. Кстати, не обращайте внимания на мои брови. Я брови покрасила специально, знаете, потемнее, потому что я сейчас пойду в спортзал и там, кстати, не очень плохо смотрится, в душе, может быть, в бассейн схожу, и они так осветлятся. А завтра еще я сделаю, но их пощипаю, пощипаю, пощипаю. После того, как закончится работа, я уберу все волосы с лица, усатые, нянь, брови тоже. В общем, все дела сделаю, буду красавицей, ну, чтобы блестнуть красотой на праздники. в общем, такие планы. А пока я буду с вами прощаться, потому что приду я уже, наверное, поздно, и потом что снимать? Все, больше ничего не буду снимать. Так что встретимся завтра, завтра должно быть тоже интересно, кое-куда, наверное, пойдем. В общем, все увидите завтра, всего вам самого лучшего, и встретимся завтра. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok